Я ребятам только что рассказывал, как нужно отбивать отбивные, что в этом самое главное. Не вхипать по руке. Смотрю на досточке, уже кровь, да, там осталась твоя. Эй, ты сюда, руку поставил быстро. Все, рука, тяните руки, бунт, куда. Йоу-балеры на связи к X-Contest в полном составе, а также Мирослав Елецкий. Йоу-балеры тоже врываются. Готовим матраса к дам-контесту и вычисляем, что из этого может возвысить прыжок. Сейчас будем тестировать. Но я полагаю, что там вот что-то... Что-то из этого не поможет. Главная тема. Белок, возможно. Но самое главное, я думаю, это секрет стаф. Да. Как там всем мир? Кушайте супчик. Что всем рассказываю, что тут у нас соперник подслушивает. Так, вы меня сейчас устранять всем этим. Давай, бери. Рукой берешь прям. Вот. Так. Вот. И помещай. Помещай. У меня склад готовки супа. Let's go. Опачки. Так, что у нас сегодня, давайте, по расписанию. Щи. Быстрые щи кислые. Отбивные. Отдельно стейки. Ну и так, по чуть-чуть там. Так, нарезка кулинарная. Как называется в Макгунальце? Горька, я не знаю. По-деревенски. Деревенски, да. Вот сейчас Сережа вас научит все. Так, еще пополам. Так, и каждый кусочек пополам. Здесь всю картошку. Полетели. Мы уже в космос улетаем. Давай, догоняй. Я никогда не... Это твоя программа. Не поторопиться там, что-то отрезать. Давай, давай, рассказывай. Вот Мирослав, кстати, всегда, когда я прихожу к нему в гости, он всегда меня как накормит. И любимое блюдо, Мирослав знает, которое я люблю, это, естественно, блинчики. И он мне все время их печет. Там две сковороды у него, так чук-чук стоят. Он печет блинчики и накладывает в тарелочку. А я сижу вот за столиком, мне приходит блинчик. Я его оп-скавал. А там на второй сковородке блинчик. А он приходит в тарелочку, я его тоже оп-скавал. И так пока Мирослав не скажет стоп. Сколько лайков наберет это видео, столько блинов в следующий раз. Готовит Мирослав. Согласен? Согласен, но... Мы должны все сожрать. Мы должны все сожрать, да? Картошку в духовку. Открой, пожалуйста, духовку. Звезды открывают. Спасибо. Куда ставить? Ниже. А я и так знаю, потому что я здесь не знаю. Как у вас родилась эта идея собрать и заснять дайджест здесь? Это шокеренно, блин. Что любят люди? Люди любят кушать. Под наши видео. А мы любим кушать под их просмотры. Кулинария у нас пошла с самого начала в нашем канале, да? И, соответственно, тема супа у нас постоянно ритмотив проходит через все мероприятия и так далее. Суп-тур как называется? Суп. Все, что-то мы постоянно готовим. А в прошлом году был конкурс среди баскетболистов и наших подписчиков, которые все писали рецепты и суп мы пока не сварили, но там настолько сложный суп. Оказалось, что этот баскетболист, он шеф-повар в каком-то хабаровском ресторане. В Хабаровск летит. Вот, видишь, сейчас в Красноярск летим, значит, скоро и в Хабаровск. По-коду Хабаровск скоро, да. Много нас там из Хабаровска, пишите тоже. Отвечаю на вопрос, что так как эта тема идет всегда, а так как у Руслана жена прекрасная работает в Тейст Лаб, они нас пригласили сюда, в эту замечательную студию-кухню, и мы, ну, не смогли, конечно, отказаться. Ой, какая красота, ой, красота, ой, красота. Тейст Лаб, вы крутые. Тейст Лаб, лучше приходите, чтобы устроить мероприятие, и посмотрите, как здесь круто, и можно и приготовить, и поснимать, и на веранде посидеть. А какие там барбекюшницы стоят? Какие там барбекюшницы? Здесь еще терраса есть. А ты не видел, что ли? Да ладно! Офигеть, ты посмотри на, ты посмотри на это, Леха. Такой барбекюшницы вообще, я не знаю, Саша, блин, миллион рецептов может приготовить, мне кажется. Да, еще здесь можно тракцию тестить. Мне кажется, я чуть-чуть намок. Опа! Так, мешай, суп. Здесь мы прям берем, прям сюда. Я тебя прекрасно понимаю, потому что я люблю есть лук. Уважаемые, вы такие. Уважаемые, вы такие. Дерево-медонос. Дерево-медонос. Липо? Липо. Да, все верно. Мини-буглик. Бракалик. Нет, сушка. Сушка? Нет, сушка. Задаетесь. Баранка. Баран, баран, баран. Баран, баран. Баран. Одежда вареной картошки. Мундир. Все верно. Высокий цилиндрический хлебец, обычно пасхальный. Цилиндрический? Кулич. Кулич, все верно. Кулич, ну да, да. Кулич. А, так это ж кулич. Так и вставим. Итак, спасибо. Кулинарная студия TasteLab. Только балов. Специально от кулинарной студии TasteLab мы даем подарочный сертификат в Royal Thai Group. 1000 рублей. Ура. Вот это меня держат, это я, это я кушаю там. Сейчас вот так. Легко, ладно, знаешь. Серега, покажи, как правильно дать нашу. Вот так. Так, ну вроде правильно. Красавчик. Запомнили? Ставьте лайк, Сереге. Серега, хоть кто-то узнает после этого видео. Это Серега, это из-за него вам посылки не доходит. Запомните. Запомните. А пока тут небольшой перерывчик между готовкой. Че собрались вам рассказать? Что у нас было классного в предыдущем месяце? И анонсы следующего месяца. Ну, типичные темы для дайджеста. Знаешь, протестировали мы 4 пары кроссовок. Две из них протестировал я с кейком. И две протестировал Рассел. Значит, что было первым? Это были Adidas Step Back 3. И на удивление, они прям в топе сезона, при своей бюджетности, показали очень крутой результат. Я их тестировал, причем очень долго, и перед Новым Годом, несколько недель и после. Круто. Вот. И реально хорошие кроссовки, которые достойно себя показали. Что протестировал еще я? Это было Puma Blaze Court. Puma Trinomic Blaze Court, в которых я поехал в свой родной город Нижний Тагил. Тестировал там их в родном зале. Ну, естественно, у нас в них прыгал, летал. Они, конечно, провалились по всем показателям. Ну, не по всем, но по самому главному показателю, что у них просто подошва отвалилась. Я в какой-то момент нашел просто кусочек подошвы на площадке и понял, что кроссовки, ну, непригодные для баскетбола, и уж тем более, чтобы мы вам их советовали. Вот. А еще было две пары, которые протестировал Russell, который сейчас придет и расскажет про них. Как ни странно, я снова на кухне. Nike GT Cut оттестированы. Хейтеры, люблю вас. Что было? Оттестировал первую пару, это были 3, Yang 2. К сожалению, они показали чуть ниже, чем первые Yang. Но при этом они набрали 82 балла. Далее, оттестировал Nike GT Cut 2. Просто, по моему мнению, вообще топчик. 86 баллов набрали. Единственные косячки у них там по материалам и по безопасности. Но, в целом, на самом деле, мы рекомендуем эти кроссы для первых и вторых номеров. Суп готов. Итак, друзья, что будет в феврале? В феврале начнется у нас 3-го числа. Мы с матрасом летим на мать звезд к крутой ассоциации АСБ, где будет Леха выступать в контесте. А я буду снимать всякий контент для вас там из-под пола, там как там сзади все происходит. Сзади. Как там в Чулане все происходит? В Чулане, да. А еще. Сейчас будет конкурс, где мы разыграем там пару призов. И самое главное, возможно, мы соберем сходку в Красноярске. Все будет ближе, прям там, на Тоненьком. Если соберется 20 плюс человек, мы там попробуем договориться с залом и картонем в баске. Как обычно, мы это любим. А потом это тут, как всегда, у нас все это происходит. Что еще? Что еще в феврале? В феврале еще мы летим с Лехой в Москву снимать крутого, крутого коллекционера кроссовок. Не скажем, кто это, но вы просто на самом деле охренеете, потому что, ну, совершенно случайно мы на него наткнулись. И будет четвертая серия коллекционеров. То есть этот сериал с коллекционерами мы будем постоянно пополнять. Как только будут появляться новые герои, будут они туда залетать. Я думаю, что края конца этого не будет. Что будет в феврале из кроссовок? Итак, от компании Анто пришло две пары. Анто Skyland 1 и Шоу 4. Интересные модельки среднего ценового сегмента. Как всегда, там, с кучей пены, карбоновых пластин и так далее. То есть интересные модели, посмотрим. Донован Митчелл. 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 Донован Митчелл, да, с моделью номер 4. И, конечно же, мне запавший в душу Ленинг Спид 9 премиум. Который просто вот, бам-бам-бам-бам. А, и, возможно, еще Леха успеет Ленинг Джереми Баклерс 1. Тоже интересная, необычная модель. Я уже прокатил, но не скажу, как там. А, да, и раз вам подсказывают, у нас же еще Джоран Вайнот 5, который его очень просите. Который я просто люто ненавижу. Но, так как появилась просто охрененная модель Джордан Вайнот 6, она просто нереально красивая. Что там случилось, там впало вниз в душу. Но, в общем, только из-за нее мы все-таки решили продолжить тестировать эту линейку. И вот будет опять стык, как получилось с Лебронами. Сначала Вайнот 5, и потом сразу же Вайнот 6. Бам! Кушайте супчик. И я сейчас как раз пробую наши щи кислые, которые... Ууу, какие кислые! А, отлично! Стендапер! Если это видео набирает 17 лайков, то Рассел записывает стендап-концерт на 2 часа. Кринж! Кринж-концерт! Кто любит покровавей, это не поменьше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok